привет друзья приветствую вас на своем канале сегодня ко мне пришел смартфон xiaomi redmi pro пришел он вот в такой вот упаковке был упакован такой защитный чехол неплохо кстати внутри вот такой вот переходничок сейчас мы его откроем посмотрим стоимости данного аппарата 175 долларов ссылочку на продавца я дам в описании и минус семь с половиной процентов кэшбэк кэшбэк ссылочка будет тоже под видео итак сам смартфон ну выглядит очень так неплохо так мы пока мы его уберем в стороночку значит посмотрим что у нас здесь в коробочке так здесь у нас мануал сама скрепочка кабель зарядки и само зарядное а вот мы для этого вот только переходник так значит это мы убираем больше больше здесь ничего нет по комплектации конечно не сильно богатый так мы посмотрим что сам аппарат себе представляет так мы его включаем так где у нас тут у нас кнопка включения клавиша громкости наушники подключения сим-карта две сим-карты кстати он поддерживает или одна сим-карта и одна micro sd так и два динамика но сейчас проверим звучание будет с двух или нет ну и так пробуем его включать так засветилась эмблема xiaomi окружается android что хочется сказать ну на ощупь очень даже удобный приятно держать в руке так у нас здесь этикетки две камеры так давайте посмотрим что у нас тут по характеристикам так о телефоне модель redmi pro версия android 6.0 так надеюсь видно сейчас вот redmi pro так версия android 6.0 так система обновлялась 7.05 версия самой программы оболочки global 8 так 10 ядер с частотой 211 гигагерца оперативная память у нас 3 гигабайта встроенной памяти 32 свободной 26 прошивка мали так версия ядра номер сборки общая информация телефона так ну принципе по характеристикам здесь понятно так давайте посмотрим самое интересное в этом телефоне это же вторая камера так у нас имеется тут две подсветочки кстати вот сейчас она исчезла подсветка появилась на камеру плохо видно значит две подсветочки здесь есть датчик установлен отпечатка пальцев но опять же сейчас его будет на нужно будет настраивать так давайте глянем к саму камеру так еще можете яркость ух ты как интересно настраивается темнее светлее давайте посмотрим что у нас за снимок так ну кстати снимки очень качественно даже видно как на бумаге рисовалась не знаю видно на камере вот так если кого видно 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 на камере снимки должны быть просто так вот я попробовал на нем снять буке вот мы видим здесь у нас резкость идет здесь у нас уже идет размытие ну как бы неплохо делает но еще такая вот есть функция в нем 3d вот смотрите будто стоит он здесь вот я 2 и двигается не знаю видно передает вера не передает но она реально как объемная класс как будто он здесь стоит этот горшок так ну вот еще один снимочек сделал тоже без вспышки получается у нас свет от окна делали снимок без вспышки но получился неплохой он бак и без вспышки относительно бак и хорошая опять это за счет двух камер так опять 3d вот 3d не видно не видно объемное изображение все ладно с фотографиями хватит так давайте пробуем качество звука данного прибора установила сюда радио так ну любую как нибудь танцевальная допустим другую очень громкий динамик и качество очень классно ну значит звук отличный громкий так приложение youtube поставили у меня был установлен первоначально любой сейчас ролик звук слышно какой мощный ну и так установили мы антуту давайте посмотрим что он нам показал набрал восемьдесят одну тысячу семьсот пятьдесят один по рейтинг по рейтинг у нас он на тридцать шестом месте обошел на на позицию iphone 6 давайте сравним с айфоном 6 общая оценка восемьдесят один у айфона восемьдесят выиграла память процессор немножко немножко обошел так что у нас еще здесь так процесс процессор многоядерность многоядерность обошел так процесс данных процесс изображения на много десять тысяч тут 1600 производительность четыре производительности выиграл но вот 3d именно сад почему то брал меньше можно попробовать будет еще раз его протестировать так информация значит xiaomi android 6 0 64 битная версия процессор мт 67 97 м графика мали т 880 в full hd разрешение самого дисплея напомню дисплей здесь amoled яркость контрастность мы не сможем посмотреть то что нужно будет снимать чехол но его не хочу снимать так камера у нас на 13 мегапикселей две задние камеры на 13 мегапикселей передняя у нас на 5 мегапикселей сейчас мы тут где то она должна быть так ладно оперативки 3 системная 24 25 свободных занята системой вообще-то идет 32 мегапикселей а вот фронтальная камера у нас 4 9 5 мегапикселей температуру показывают так давайте посмотрим что у нас под датчиком датчики поддерживаемые приближение температуру не поддерживает игровое вертикальное вращение поддерживает геомагнитное векторное вращение сила тяжести гироскоп ну кстати очень много датчиков проще сказать каких здесь нет сердцебиение не поддерживает давление не поддерживает значение движения счетчик шага детектор шага все остальные датчики он поддерживает так что у нас здесь еще давайте проведем тест тачскрина так 5 есть давайте больше 7 есть 10 за свою цену я думаю нормально еще и набрал ну работает конечно шустренько единственное что я тут заметил что не все у нас русифицировано где то я заходил у меня здесь все русифицировано может обновился так обновление обновлений нет ну в принципе вот такой вот аппарат напомню покупал я его за 175 долларов с использованием кэшбэк мне вернули ну по крайней мере сейчас верну сейчас я поставлю что я получил его и мне вернут 7,5% и на эти деньги купим что нибудь еще в Китае ну можно не только в Китае можно и на карточку вывести так ну всем пока пока спасибо за просмотр подписывайтесь на канал -процесс-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп